участвуйте в акции от бренда большая стирка покупайте любое средство бренда регистрируйте чек на сайте и выигрывайте гарантированные призы главный приз три сертификата на шопинг номиналом 200 тысяч рублей рогов рекомендует ссылка уже в описании переходите чтобы узнать подробности рогов в деле всем привет меня зовут александр рогов и вы смотрите шоу рогов в деле на канале стс и подбурные аплодисменты всех наших специалистов мы начинаем в полном составе сегодня давайте расскажем нашим зрителям что же идет в сегодняшнем выпуске внимание тизер итак команда рогов в деле приготовила для вас много всего модного полезного и увлекательного самая красивая девочка на планете все вот такая я я я это есть свекровь молодец вы конечно композиторы исполнители но решать все будет дирижер александр рогов я подумал о том чтобы в красный покраситься вы же знаете поговорку что нужно девушки для счастья ипотека александр рогов гадалка до того момента как попала на ваш проект я даже не знала что он существует приятно рогов в деле прямо сейчас я отправляюсь в гости к нашей сегодняшней героине к первой героине вы сможете понаблюдать за процессом составить эти план и пожелайте мне пожалуйста удачи саша удачи я приехал в район говорова название мне подходит ведь я люблю поговорить на улицу татьянин парк но по какой-то причине здесь живет не татьяна наша героиня а знаете кто арина наша героиня будем называть эту улицу теперь аринин парк пойдемте к ней в гости здрасте арина шульпина 30 лет а я александр рогов очень приятно вызывали а я приехал обниматься будем давайте привет ой какая хорошенькая такая позитивная с такой улыбкой встречает саша заявку писала писала преобразиться хотела хотела сегодня случится нам нужно познакомиться хочу понять вообще почему тебе помощь нужна и вперед так ребенок есть я чувствую ну это конечно александр рогов гадалка а сейчас где ребенок сейчас ребенок с папой пошел так ребенок пошел на прогулку прекрасно мы с арина здесь посекретничаем арина дай мне свои руки меня не бойся например что ты зажалась испугалась меня не бойся я с добрыми мыслями к тебе приехал рассказывай зачем отправила заявку когда-то в школе я твердо решила для себя что я некрасивая здравствуйте так как я получала много подтверждений от своего ближайшего окружения я была на голову выше всех ребят ну привлекала внимание на это внимание не всегда было позитивно что происходило это был прям буллинг в школе то есть ты прям получала всяко было обзывали какой ужас я вот слушаю не верю своим ушам обожаю всех этих добрых людей в окружении которые навешивают людям комплексы с которыми они потом должны жить всю жизнь а как реагировали взрослые как реагировали в школе преподавателя они же видели что тебя задирают взрослые никак не вмешивались а с родителями у тебя какие отношения ну родители тоже мне предоставляли возможность решать самой все свои вопросы на был такой что арина пришла из школы а мама и говорит арен ты такая красивая ты самая красивая девочка на планете мне кажется если бы она тогда повела себя по-другому то и жизнь моя бы тоже возможно по-другому сложилась бы то есть я бы не делала то что я не хочу ради того чтобы получить похвалу от мамы мне кажется любому ребенку важно очень в моменты когда случается буллинг получать какую-то поддержку извне особенно от родителей например меня когда в школе троллили меня поддерживала моя бабушка и мне это помогло прожить это все гораздо легче чем я могла бы это прожить ну ладно меня тоже были проблемы с этим школе и у меня старший брат и на самом деле он оказывал мне очень большую поддержку в этом это остаться в этом одному это очень страшно я хочу тебе сказать что ты красивая что ты особенно уникальная я считаю что некрасивых людей не бывает и мне кажется что тебе нужно поверить свою красоту спасибо ты за этим к нам пришла вот моя внешность сейчас это моя слабая сторона потому что я никогда в этот вопрос не ныряла не занималась этим и сейчас мне хотелось бы посмотреть на себя с другой стороны тебе сейчас мешает то что ты когда-то приняла решение что ты некрасивая но вообще-то да вообще-то я когда подхожу к людям просто пообщаться или ко мне подходит просто пообщаться я уже жду что человек меня предаст или что-то мне сделает то есть я до сих пор отрабатываю вот эти сценарии которые заложились еще тогда в детстве ты держишь обиду на тех людей которые тебя бежали сейчас уже нет но вообще у меня много таких подавленных чувств сейчас вот только я начала задуматься какая вообще настоящая потому что у меня всегда было четкое понимание как надо как я хочу я вообще не знаю вот я только сейчас начала вот 30 лет думать о как я вообще хочу ну я поняла что с людьми что-то у меня не очень как-то вяжется и я выбрала для себя рисование где в принципе с людьми особо общаться не нужно а я кстати вижу что здесь очень творческая квартира здесь стоит работа натюрморт за моей спиной кисточки ты сделал рисование не только хобби это твоя работа сейчас да в общем я считаю что есть также в искусстве композиторы и исполнители как музыки я отношу себя к исполнителям так лен ты не обидишься не если я с ней поработаю поработать мне кажется я ее очень хорошо чувствую и мне кажется что ей будет особенно полезно чтобы с ней поработал мужчина ань ты не обидишься если я поработал и конечно композитор и исполнители но решать все будет дирижер александр да мы ему расскажем свои мысли а он все решит как обычно договорились тогда по рукам я предлагаю разобрать твой гардероб посмотрим во что же арина любит наряжаться пойдем арин что за дело смотри сколько шкафов и у тебя вот эти четыре полочки где небрежно и совершенно неаккуратно валяются вещи что происходит но я обычно делаю вот такой что девушки которая так хранит свои вещи пофиг на то как она выглядит тебе пофиг на то как ты выглядишь почти классно давай отсюда твои вещи в целом цветовая гамма которая здесь вижу достаточно бледная то есть это блеклые оттенки здесь какой-то вымытый оливковый здесь серо-бежевый здесь снова бежевый вот островок надежды горчичного оттенка давайте посмотрим что это это такая кофточка трикотажная мне нравится эта кофта хорошо она была куплена в 2016 году это 7 лет назад так мне нравится эта кофта но я считаю как нарядную потому что беленькая нарядная она в каком году была куплена в том же тоже 2016 так хорошо а что в 2016 произошло то есть в 2016 ты покупала вещи резко перестала покупать что стало причиной ипотека а вы взяли в ипотеку эту квартиру вы взяли в ипотеку квартиру и ты решила что трат на себя быть не должно 2017 мне свекровь отдала много вещей свекровь у меня хотела учиться на модельера и она шила хорошо так значит вот эта рубашка сшита свекровью ну кстати правда неплохо сшита свекровь молодец шьет хорошо вопрос к стилю конечно ну как бы но это некрасиво но арен но это не прошло но арен но вот это это некрасиво арино ты художник понимаешь ты художник вот это ну мусор выбросить сходить кей в этом всем нет красоты в этом всем нет женственности я очень хочу чтобы ты свое творчество направила и на себя но если ты можешь написать картину почему ты не можешь нарисовать себя сейчас это взрослая женщина тебе 30 лет ты можешь быть яркой ты нестандартная ты необычная да тебя обижали но сейчас тебя обижать никто не будет я тебя люблю понимаешь и ты себя должна любить вот это все про не любовь к себе творческая интересная внешность красавица умница а воспитанная все просто все есть как ну все из-за комплексов из-за травмы детка надо сегодня поработать давай 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 я тебе нарисую вот давай мы тебя нарисуем так как мы видим я художник теперь я художник который создает вот дай мне возможность нарисовать тебя так как я тебя вижу хорошо арина спасибо тебе большое что ты меня впустила в свой дом теперь я тебя приглашаю в мой дом в нашу фэшн-лабораторию поехали давай рогов в гелия саж мы готовы уго ничего себе арина проходи ребят это арина арина это моя бьюти-команда елена немцева парикмахер анна хоменко визажист артемий смеков парикмахер игорь кимишов парикмахер а это арина очень приятно арина ребят с тобой уже знакомы историю твою слышали за нами с тобой подглядывали я думаю какой-то бьюти план составили что вы напридумывали с кого начнем давай ты красивая потрясающе просто очень-очень-очень невероятная жизнь еще красивее чем на экране арина учись принимать комплименты мы тебя любим и принимаем в нашу семью саша на самом деле пока мы тебя ждали я предложил сделать медно-золотистый оттенок в общем мы решили не то чтобы кардинально изменить а скорее немного украсить арену а вы решили это кто ваше величество мы с артемием подумали что будет классно если с ариной поработают именно мужчины и сотворя для нее красоту ой но это звучит очень классно медно-золотистый оттенок мне подходит но мне есть небольшое уточнение будет ли стрижка потому что есть идея а вдруг она с твоей идеей совпадет давай я бы предложил на самом деле сохранить длину я бы чуть-чуть ее поднял не сильно сантиметров 5-7 и возможно я бы немножко бросил бы легкую намек на челку еле уловима чтобы просто красиво совпало совпало я тоже предложил бы челку но сейчас не пугайся это не ровная челка или густая челка это такая челка которая будет обрамлять лицо чуть-чуть хочется вот здесь вот акцентик добавить да сделаем на глаз артемий игорь кемешов сообщил мне уже что вы сегодня будете визажистом нашей прекрасной арины что делать будем хочется подчеркнуть естественно красоту арене то есть никаких ярких макияжей ярких губ просто подчеркиваем глаза оформляем брови делаем легкий тон придаем сияние румяна да я бы хотел чтобы мы не перегрузили сегодня лицо арины я перегружу арену стайлингом а вот волосы и макияж пусть будут достаточно простыми проходите в розовую бьюти зону можете приступать к работе супер проходить давайте обниму арина такой я тебя больше не увижу проходить супер хорошо у тебя невероятной красоты волосы но главное что я сейчас вижу этот цвет у тебя же тут золотистый пигмент это натуральные волосы накрашены но так вот это то про то что я и говорю как надо усилить и это сделает тебя еще красивее ярче и подчеркнет твою природную красоту так у меня карине тоже вопрос есть какие у нас отношения с макияжем вообще в повседневной жизни я не крашусь они в повседневной был у меня опыт на свадьбу когда ко мне приезжала девушка делала мне макияж прическу она меня накрасила очень ярко я себя не узнала тебе не понравилось но я себя чувствовала как-то неуютно в этом образе но сегодня мы сделаем все деликатно легко думаю тебе очень понравится давайте начнем давайте да ален справится то лучше я надеюсь мы будем подсматривать да ну если что помогайте ребятам ладно ну а вам предлагаю прямо сейчас и нашим зрителям познакомиться с нашей следующей героиней все внимание на экран давайте здравствуйте меня зовут лена мне 47 лет я забыла в какой-то момент о себе поэтому я здесь для того чтобы стать красивой и примером до своей дочери но очень необычная дама справимся может придется я помню сейчас кстати лена привет привет пройдет сам привет добро пожаловать лен садись на наш оранжевый диван рассказывай я вообще до того момента как попала на ваш проект я даже не знала что он существует приятно я в эту передачу честно могу сказать не смотрела ни разу так подожди то что ты не смотрел передачу ничего страшного но мы и видим как тебе в голову мысль пришла все-таки отправиться на кастинг нам я случайно нашла объявление в интернете отправила заявку и вот я здесь боишься нас ну да немножко нервничаю давайте обнимем лена стойки иди сюда давайте лен все будет супер не волнуйся так я даже вот сюда сяду чтобы тоже быть с тобой на одном уровне рассказывать чего ты от нас хочешь я за последнее время перезагрузила всю свою жизнь вот и хочу перезагрузить свою внешность изменения в жизни какие ну стало очень веселее мне интереснее потому что я переехала москву я переехал из тольятти так ты из тольятти почему ты решила изменить жизнь и вдруг из тольятти уехать в москву что тебя сюда привело мне нравится ритм этого города я давно хотела и когда появилась такая возможность я это осуществил хорошо но расскажи подробнее о себе какая лена потому что мне кажется сейчас лена переживает скромничает волнуется и закуксилась на самом деле лена мне кажется такая очень ого-го на лену придет как-то что хочу ну ты пытаешься делать основное то что хотела все получилось два прям по пунктам что в основном хотела сюда переехать в москву москву переехать хотела преобразиться вот я здесь я преобразила мир вокруг себя купила квартиру своей мечты это в первую очередь которой будем жить я моя мама и моя дочка хочу примером стать для своей дочери а у меня есть дочка который в августе будет 7 дочка с тобой вместе москву переехала где она сейчас в тольятти с бабушкой а как давно в москву ты переехала три года то есть ты три года здесь дочка три года там живем на два города а ты не боишься что ты упускаешь вот эти три года с дочерью ради того чтобы быть в москве просто так и не понял причину нахождения в москве я хочу в москву я переехала дочка твоя там дочки надо развиваться она там ходит детский сад она ходит на развивашки на подготовку к школе а здесь без прописки ну а дочки как ты думаешь что важнее развиваться и ходить на развивашку или чтобы рядом с ней была мама которая любит в лобик целует каждый вечер и сказку читает ребенку важно все она сейчас есть интернет слава богу поэтому есть видео звонки ну конечно это не совсем присутствие но тем не менее может быть у лены просто было желание для себя это сделать прежде всего счастливая мама счастливый ребенок маску сначала на себя потом на ребенка может быть лена это сделала для себя ну кстати мне нравится эта мысль это верная мысль почему нет ты не думаешь что я на тебя нападаю ни в коем случае я ничего не буду я хочу тебя почувствовать вопрос тебя потрогать тебя понять чтобы тебе в итоге угодить хорошо смотри ты в москве дочка в тольятти она скоро переедет у тебя с этим все в порядке мне нравится концепция хоменко что ты сейчас для себя чтобы ребенок видел счастливую маму и переехал к счастливой маме маску на себя потом на ребенка концепция супер вопросов не имею рассказывать теперь что за преображение ты хочешь как ты всегда выглядишь как я выгляжу вот так и выгляжу вот ну как в кофте в катышках и в джинсах да 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 вот так хожу так удобно потому что летом в футболке в джинсах уже надоело такой образ надоело вот вот хочется что-то более такое женственное вот для себя да я пока не знаю что я предложу из одежды лен фигура у тебя сложные пышные бедра я надеюсь что одежду найду и времени будет не так много но с прической макияжем однозначно справимся давай с волос начнем но мне понравилась фраза лены что она как танк мне хочется посмотреть все-таки волосы потому что пока я вижу только распусти это прекрасно прическу я просто запрещаю носить такую прическу просто запрещаю для ножки немножко раскрепать и да могу мне интересна основа это будут темные волосы они будут темнее чем сейчас я бы темнее сделал я предложила не темнее а насыщеннее цвет по насыщение с бликами и вот эффект как на анне хоменко сегодня мне нравится да нравится вот я вот примерно такого результата хотя бы добиться хорошо хорошо у меня вопрос к состоянию кожи есть покраснение небольшие это всегда присутствует или это какое-то временное высыпание почему кожа в таком состоянии я просто сейчас нервничаю а ты нервничаешь покраснела поэтому ты первый раз такой установки не нравится мне нравится просто потому что мы на тебя напали обычно ты вот тогда тут мы за тебя все будем решать лен за тебя решаем мы расслабься а не самое главное что нам нужно сделать это выровнять тон кожи я думаю прекрасно понимаешь первое что нам надо решить оставляем очки или не оставляем ли мы оставляем очки или не оставляем мы можем убрать вот я бы сделал брови акцент не и у нас сразу прям лицо по-другому заиграет но глазки подчеркнем реснички приклеим да спасибо саж ты все сказал за меня проходите в бирюзовую битве зону девочки дайте еще раз обниму не волнуйся да ну хватит прямо что-то длину испугалась мы просто не постоянно наша зрительница смотрел бы чаще вообще бы не волновалась молодец в твоем преображении очень важна стрижка поэтому волосы с плеч я подниму чтобы ты не смогла затянуть свой пучок а я со своей стороны поработаю с цветом лица моего выровняем сделаем тебе акцентные брови и ты себя просто не узнаешь хорошем смысле итак работа над преображением наших героинь запущена в розовой бьюти зоне с ариной еще в детстве решивший что она некрасивая работает наша мужская команда парикмахер игорь кимишов и визажист артемий из мяков а в бирюзовой бьюти зоне с еленой которая хочет стать примером для своей дочери работает команда женская парикмахер елена немцева и визажист анна хоменко напомню все зеркала в нашей фэшн лаборатории будут закрыты и героини не увидят себя до самого финала не переключайтесь но перед тем как отправиться на шопинг я хочу напомнить вам что впечатление которое вы производите зависит от множества деталей в том числе и от внешнего вида ваших волос для бережного ухода за осветленными тонкими или пористыми волосами бренд профессиональной косметики fusion концепт разработал специальную бессульфатную серию super miracle уникальная формула на основе молочной кислоты и кератина помогает предотвратить вымывание цветового пигмента питает укрепляет волосы изнутри и придает им естественный роскошный блеск но я надеюсь у меня сегодня будет естественный роскошный невероятный шопинг поехали по магазинам но перед этим мне нужно переодеться сменю свою лаймовую укороченную куртку на расслабленный шопинг комбинезон и вперед итак я на своей территории в торговом центре и сейчас мы с вами окунемся с головой в океан одежды обуви и аксессуаров на ваших глазах я подберу образы для наших сегодняшних героинь для арины которая еще в детстве решила что она некрасивая и для женщины локомотива елены который хочется почувствовать себя хрупкой девушкой и стать примером для своей дочери а еще сегодня в торговом центре у меня назначена встреча с сельской учительницей у которой проблемки с гардеробом если вы тоже мечтаете попасть ко мне на бесплатную консультацию по стилю то отправляйте заявки на адрес который вы видите на своих экранах и возможно в следующий раз повезет именно вам главное не стесняйтесь всем поможем всех оденем и всех вдохновим это мы умеем рогов в деле вы же знаете поговорку что нужно девушке для счастья новое платье и вот для того чтобы арина почувствовала себя сегодня максимально красивой наконец-то признала я хочу купить ей платье ну там уже арина высокая статна практически любое платье будет на ней классно сидеть давайте посмотрим что здесь есть смотрите какое красивое платье оно могло бы арене подойти отличная прогулочная версия с белыми кедами и гулять летом по городу но хочется чего-то более нарядного еще одно классное повседневное платье кстати если вы видите себе платье на лето вот такое из хлопка отличная покупка вот такое еще есть трикотажная кстати мне кажется вот это платье ари не понравилось бы знаете почему то что она на трикотажной кофточке и свекрови похоже но чуть более нарядная версия потому что здесь есть люрексы вот такие яркие пуговицы это оно познакомьтесь с платьем для арины платье в стиле 70-х закрыто очень лаконично очень скромно при этом очень интересный цвет учитывая тот факт что мы сделаем арене новый цвет волос сделаем и апгрейд стрижки это платье будет выглядеть максимально выигрышно я его взял бы доиграл бы в стиле 70-х что это такое буду сегодня во время шопинга вам разъяснять очень красиво очень дорогое 34 тысячи девятьсот девяносто ой но кажется арина достойна этого платья давайте купим я классное дорогое платье которого она достойна в котором она наконец почувствовать себя настоящей красавицей идеальное платье для арины найдено а тем временем наш парикмахер игорь кемешок в поисках идеального цвета игорь решил углубить природный золотистый оттенок волос арины и сделать его более насыщенным ребят смотрите что я нашел я нашел брошь цветок брошь очень классно сделано кстати тоже от российского бренда стоит недешево 4600 рублей объясню зачем этот цветочек мне нужен у меня же уже есть платье для арины смотрите платье в стиле 70-х достаточно простое но мы с вами его усложним вот таким фиолетовым цветочком я не знаю видно вам или нет я же обещал арину нарисовать вот я вижу ее так очень красиво сочетание фиолетового изумрудного отличная находка из обуви я предложу высокие сапоги чтобы они прям внутри юбки уходили и можно добавить ремень и классную замшевую сумку получится правда образ стиле 70-х это кожа цветочек в пакете кладу сейчас я его оплачу и пойдем с вами дальше и мне кажется это вот как раз про арину это красиво это элегантно это не пошло это не вульгарная ее точно не напугай мне карте и понравится я продолжаю свой шоппинг и не устаю напоминать вам правильный уход за вещами продлевает их жизнь обратите внимание на гель концентрат для черных вещей от бренда большая стирка он удаляет сложные загрязнения а ухаживающая формула придает гладкость ткани и сохраняет безупречно черный цвет рогов однозначно рекомендует и кстати бренд большая стирка запускает акцию покупайте любое средство регистрируйте чек на сайте и выигрывайте гарантированные призы главный приз вообще-то три сертификата на шоппинг с номиналом 200 тысяч рублей всем вам желаю удачи кстати знаете что мой комбинезончик вот это тоже неплохо было бы с этим средством постирать подвыцвел молясь я шоппинг продолжаю вперед а сейчас мне нужно ненадолго прерваться настало время персональной консультации по стилю и мне не терпится начать и так назначенное время в назначенном месте я на ваших глазах проведут персональную консультацию для привет так давай знакомиться александр рогов не зовут татьяна я живу в городе броница работаю учителем начальных классов заворской школе добро пожаловать в шоу рогов в деле рассказывай чего хочешь хочу вообще понять как должен выглядеть современный учитель а как современный учитель таня выглядит сейчас школе вот посмотрите на меня вот он мой костюм на меняю только блузки и рубашки все вот такая я я я это есть а можно этот костюм оценю конечно давай покрутить для меня интересно такой костюм знаете затей ну очень нестандартное решение на тебе брюки с расклешением и лампасами то есть у вас в школе нет какого-то сложного дресс-кода на тебе жилет сложнокройный еще и со шнуровкой какой-то здесь тут еще и брошка моя любимая белая футболочка знаешь что мне в этом костюме не нравится что он какой-то надуманный вот хотелось вот что-то изменить ты хочешь образ для работы я хочу образ для работы да потому что повседневной жизни меня полно вещей саж в общем проблема основная именно с рабочим гардеробом с рабочим гардеробом я тебе предложил бы что-то более простое некую универсальную вещь это может быть брючный костюм но при этом сегодня я даже пошел бы дальше и подобрал бы для тебя мини капсулу вот несколько вещей которые можно по-разному миксовать друг с другом и получать совершенно разные комплекты и выглядит примерно одинаково каждый день но при этом понимать что ты каждый день в новом давай что такое согласно давай буду сегодня твоим учителем я надеюсь что ты сегодня станешь отличницы отлично договорились да я тебя обниму все пожелали мне удачи через полчасика встречаемся вот здесь у примерочной надеюсь тебе понравится до встречи пока и так всего лишь за полчаса мне нужно найти не просто образ современного учителя а целую капсулу тем временем наши фэшн лаборатории происходит параллельная работа парикмахеров игорь кимишов уже закончил окрашивание волос нашей неуверенной себе героини арины и приступает к стрижке напомню он уберет часть длины и сделает модную небрежную челку а елена немцева совершенствует цвет волос пробивной елены и делает его насыщенным и блестящим а для того чтобы и ваши волосы выглядели гладкими и сияющими каждый день нужно обязательно добавить свой рацион кальций кальций д3 никомет форте для костей зубов волос и ногтей тань ну ты как отлично страшно там ты сейчас такая красивая такая элегантная ты себя увидишь и будь собой ладно получи удовольствие скоро тебя позову все-все-все сейчас это случится и так таня наша классная задорная учительница в новом образе прямо сейчас на себя увидит тань ты готова да ну давай выходи боже мой это я что красиво я красиво там ты видишь сейчас разницу между этим костюмом и твоим костюмом конечно вижу во первых и длина цвет другой совсем фасон вообще отличается это важнейшее слово фасон твой костюм вышел из моды он не выглядит современно потому что там эта шнуровка детализация он слишком сложный он не выглядит универсально на тебе сейчас некий костюм который никогда не выйдет из моды посмотри как я расставил акценты светлая блуза светлые пятнышки на пуговицах светлые туфли мы растянули цвет золотые сережки золотая цепочка на сумке и все это выглядит органично это так красиво мне просто сейчас такой станет шока честно говорю то не знаешь хочу чтобы таким стала в своей школе чтобы ты там была иконой стиля чтобы теперь за тобой все тянулись это другой уровень я не хочу сейчас говорить это уровень городской школы это уровень то школа в которой ты сейчас находишься и за тобой могут тянуться ты можешь быть примером для своих учеников этот образ подходит даже для преподавателя в старших классах вот за тобой реально сейчас хочется тянуться спасибо тебе нравится очень тайна я вижу что за эмоциями это забыла что я тебе обещал не только костюм еще и целую капсулу я купил дополнительные вещи и сейчас мини мастер-класс хорошо сейчас все принесу смотри я купил тебе дополнительные вещи что ты здесь видишь базовый нейтральный джемпер ты здесь видишь простую фоновую белую футболку чуть более объемную чем ту в которой ты пришла ты здесь видишь джинсы универсальные фасона мамс ты здесь видишь вот такое симпатичное белое поло трикотажное и коричневую шелковую юбку все эти вещи подходят к тем которые сейчас на тебе и так модный урок например если заменить бежевые брюки с подворотами на коричневую шелковую юбку то образ получится более женственным и в нем кстати тоже можно будет пойти в школу бежевые брюки составят отличную пару нейтральному джемперу песочного оттенка аксессуары сумочку и туфли можно оставить те же также с бежевым жакетом можно собрать и расслабленный повседневный лук замиксовав его с фоновой белой футболкой и джинсами и это на самом деле еще не все вот это все даст тебе возможность этот костюм превратить в мультифункциональный костюм и составить ну наверное 1 2 3 4 5 6 образов 7 точно держи я побежал до встречи еще хочу передать привет моим коллегам заворовской школе и привет директору галинатольне которая меня отпустила сюда сельской учительнице татьяне евгеньевне стилистическую консультацию я оказал основные вещи для закомплексованной художницы арины нашел время вспомнить о наряде для нашей бойкой героини елены ой задачка у меня сегодня не из легких потому что у лены которую я назвал женщиной локомотивом очень специфические параметры сложные объем груди 113 объем талии 97 объем бедер 127 и мне прям уж очень сегодня непросто мне однозначно нужны какие-то достаточно простые вещи из струящихся тканей обязательно на резиночке что-нибудь мягкое что будет плену обволакивать но и при этом фигура и и выгодном свете преподнесет я вообще пока без вещей я не знаю какого цвета я хочу вещи и вообще ничего не знаю но вот струящиеся струящиеся на резиночке на резиночке резиночка достаточно широкая впиваться сильно не будет давайте снимем мерки с этой юбки у меня кстати есть сантиметровая лента легендарная мне кажется этой сантиметровой ленте ведь в каком она ужасном состоянии мы снимаем мерки со всех героев последние наверное года четыре любименькая сантиметровая ленточка еще ни разу нас не подводила и так 97 талия по талии подходит можно растянуть до 116 это хорошо и по бедрам тоже эта юбка подойдет здесь однозначно гораздо больше мне нравится что эта юбка все-таки будет реально струится а не просто растягиваться так это уже хорошая находка и здесь еще был топ из этой же ткани вот давайте стопы снимем мерки 113 вот так у меня что сегодня везунчик получается 116 топ и юбка для лены найдены ох я бы сейчас все отдал чтобы просто отдохнуть на бали я оказаться не могу но уголочек острова я нашел посреди торгового центра мне очень нравится спальня с балийскими мотивами это отличное сочетание эко стиля минимализма и экзотики эта кровать кстати оскона бриджет из массива дуба с настоящей фактурой дерева она создает в спальне особенную природную атмосферу отвлекая от городской суеты и обратите внимание на высокие ножки кровати это очень удобно для тех кто пользуется роботом-пылесосом чтобы выбрать свою кровать переходите по qr-коду и приобретайте свой комфорт вас коне ну а я пойду приобрету комфорт для наших героинь продолжаем шоппинг вперед рогов в деле я часто хожу по магазинам поэтому всегда знаю наверняка где какие вещи продаются это называется постоянный при шоппинг я знаю что в этом магазине есть светлая косуха а светлая косуха мне нужна для комплекта для лены ой здрасте извините ну вот я же говорил смотрите здесь есть черная объемная косуха здесь есть очень интересного оливкового цвета косуха и вот пожалуйста как воду глядел вот такая светлая косуха объемная с ремнем с кармашками с молниями стоит она стоит она бесплатная что ли а а вот цена есть девять тысяч девятьсот девяносто девять рублей это эко кожа но выглядит куртка прям добротно и хорошо эту куртку я возьму добавлю к той юбке струящейся этому шелковому топу и все светлые туфельку куплю будет красиво но что ли не надо дрен сама не знает что и надо на кассу шоппинг почти завершён мне осталось купить лишь аксессуары для обеих наших героинь тем временем фэшн лаборатории елена немцева завершает укладку елены и к макияжу приступает наш визажист анна хоменко ее основная задача выровнять тон лица лены которая совсем запустила свою кожу анна хоменко будет применять все свои корректирующие фишки чтобы скрыть покраснение и шелушение кожи и лишь затем она доработает форму бровей акцентирует глаза добавит объема ресницам с помощью пучков и нанесет румяна и прямо сейчас я увижу результат не терпится аж мы готовы смотрю да блин блин это очень круто и волосы и окрашивание вот эти светлые блики и правильная стрижка аль что то с лицом сделала я вообще молчу я не вижу покраснение очень красивый тон лица во первых я хочу сказать что да сейчас мы перекрыли покраснение но оказалось при ближайшем рассмотрении что это реальная проблема это розация которой надо заниматься с профессиональным дерматологом поэтому я тебя очень прошу лен сходи ко врачу и проконсультируйся потому что это то что нельзя запускать это можно один раз перекрыть но эту проблему надо решать я очень хочу чтобы ты себя увидела прям сейчас это случится надеюсь тебе понравится ли на обратной дороге нет бежать нельзя молодцы очень красиво просто очень красиво вы тоже сейчас обалдеете сейчас это случится самый яркий самый волнительный самый невероятный момент нашего шоу наша лена увидит себя в зеркале лента готова готова открыть тебе зеркало я переехала москву ты три года здесь дочка три года там до живем на два города а ты не боишься что ты упускаешь вот эти три года с дочерью ради того чтобы быть в москве просто так и не понял причину нахождения в москве я преобразила мир вокруг себя купила квартиру своей мечты это в первую очередь которой будем жить я моя мама и моя дочка я здесь для того чтобы стать красивой и примером для своей дочери серьезно у меня нет слов правда и лену конечно же можно понять ведь за последние три года из-за переезда в москву навалившихся на нее трудностей она махнула на себя рукой и превратилась в женщину танк она запустила не только свои волосы свое лицо и свою одежду но и отношения с любимой дочерью и буквально за несколько часов на ваших глазах лена превратилась в другого человека волосы блестят лицо сияет одежда хорошо сидит для финального образа я выбрал струящуюся юбку и топ из такой же ткани цвета гуакамоле укороченную курку косуху цвета слоновой кости замшевой светлые туфли лодочки и городскую сумку с хищным змеиным узором елена немцева и анна хоменко сотворили буквально невозможное с прической и макияжем вот теперь лена может стать настоящим модным примером для своей дочери и хочу передать большой привет своей дочке сашка я тебя очень люблю это все для тебя лен я не знаю что сейчас происходит у тебя на душе потому что мне кажется это привыкла к себе вот это пробивной лене которая надевает то что там где-то лежала и не думает о том как она выглядит ты вот эту резиночку на волосы нацепила и побежала вперед ты забыла себе как о женщине понимаешь и сейчас я могу тебя поругать потому что мы тебя преобразили я почти ничего не сказала в внешнем виде когда-то к нам пришла лент ты должна сейчас замедлиться и обратить внимание на себя и на свою дочь понимаешь не на то чем ты занимаешься куда-то там бежишь и в москву переехала какие-то у тебя там цели лен у тебя должна появиться одна глобальная цель сейчас это найти себя и отношения со своей дочкой я очень хочу чтобы вы соединились я на тебя не наезжаю как церберс со словами лена как ты могла ты бросил дочь я этого не сказал ни разу но просто уверена ли ты в том что твоей дочери нужно мама лошадь твоя дочери нужна мама которая себя любит который ее любит который обнимает целует на ночь и сказку читает вот в чем дело так ведь ты что платишь ты что платишь ты что платишь я надеюсь тебе получится когда-нибудь произнести вслух что ты бросила свою дочку живешь здесь одна она там и тебя это гложет если бы ты сейчас это произнесла вслух тебе стало бы легче ты попала к нам сюда у тебя была возможность сейчас просто переосмыслить все и просто перенаправить шестеренки в другую сторону ты этого не делаешь и пока ты будешь молчать замалчивать ничего не говорить ну саш есть же интернет я своей дочке могу просто позвонить по телефону это не то я не это нужно я не это нужно я тебя не давлю ты можешь жить как ты хочешь я уверен что ты сделаешь все чтобы свою дочку перевести в москву или ты вернешься к ней я не знаю я считаю что сегодня случилась грандиознейшая трансформация это прекрасное преображение я тебе его дарю хорошо все я тебя отпускаю и передай дочке привет хорошо хорошо давайте поаплодируем лени это в любом случае невероятный опыт я надеюсь участие в нашем шоу поможет ли не сделать правильные выводы и наладить свою жизнь а все это время в розовой бьюти зоне продолжалась работа над преображением арины наши недолюблены в детстве героини которая всю жизнь думала что она некрасивая в самом разгаре финальный этап ее трансформации наш визажист артемий смеков как художник рисует портрет арины прямо на ее лице макияж будет легким но с акцентом на глаза артемий использует тени медных оттенков и накладные ресницы еще пара штрихов и я увижу результат саж мы готовы я просто скажу одно уже вся съемочная группа сходила сюда на экскурсию все здесь были все восторгаются красотой арины арин как ты себя чувствуешь хорошо мне кажется ты себя должна была чувствовать как экспонат в музее так например но сейчас я взгляну но просто приукрасили ребята это круче чем я ожидал это просто великолепно артемий вообще себя здесь не сдерживал конечно это не самый легкий макияж но макияж невероятно мне нравится что есть осенние цвета очень красивые тени игорь цвет волос волшебный стрижка челка эти небрежные локоны арина ты просто сейчас другой человек ты такая красивая мне так приятно арин я уверен когда ты себя увидишь ты очень приятно удивишься какая ты красиво и вы тоже сейчас все увидите просто супер сейчас это снова случится самый яркий самый волнительный самый невероятный момент нашего шоу арин готова себя увидеть если бы ты знала какая ты красивая открывай зеркало когда-то в школе я твердо решила для себя что я некрасивая но вообще у меня много таких подавленных чувств сейчас вот только я начала задуматься какая я очень настоящий но был такое что арина пришла из школы а мама и говорит арен ты такая красивая самая красивая девочка на планете мне кажется если бы она тогда повела себя по-другому то и жизнь моя бы тоже возможно по-другому сложилась мне кажется впервые слышу как ты смеешься арин у тебя такой классный смех посмейся конечно арине нужно немного времени чтобы привыкнуть к этому яркому образу в стиле 70-х ведь еще сегодня утром она выглядела как серая мышка донашивающие кофточки за своей свекровью на ваших глазах арина в буквальном смысле слова расцвела как цветы на полотнах голландских художников для финального образа я выбрал изумрудное струящееся платье и подобрал к нему броски и аксессуары брошь цветок ручной работы сапоги с высоким голенищем стеснением под рептилию ремень с такой же фактурой и замшевую сумочку на цепочке преображение арины я смело могу назвать нашей творческой коллаборацией с парикмахером игорем кимишовым и визажистом артемием измяковым мы вместе создали настоящий фэшн и бьюти шедевр арина когда разбирали твой гардероб я тебе сказал что хочу нарисовать тебя как художник и вот я тебя увидел такой это моя версия тебя ты можешь принимать эту версию или нет но как художник мне кажется ты можешь оценить это красиво да это красиво арен я издалека захожу ты красивая можно похлопать арен я хочу чтобы ты научилась слышать комплименты и чтобы ты начала делать комплименты себе ты очень красиво ты невероятно и мы сейчас живем в новое время когда быть красивым не значит соответствовать каким-то стандартам мы живем в то время когда быть красивым значит быть не таким как все ты уникальная у тебя невероятная внешность я сейчас в мурашках весь я никогда не вру когда это произношу ты другая ты иная ты нестандартная и в этом твоя красота правда спасибо большое как ты думаешь как твои близкие отреагировали бы на тебя в этом образе что бы вообще тебе подумали окружающие тебя люди говори как есть испугались бы да а что бы они сказали сказали бы что я свихнулась да а мама что сказала бы ты не знаю а папа а супруг супруг сказал бы что я в любом виде красивая а это уже хороший ответ арина я хочу чтобы ты не зависел от чужого мнения чтобы вот эти токсичные колкости которые возможно ты время от времени слышишь от своего окружения просто не ранили тебя я хочу чтобы ты к многим вещам относилась с юмором я очень хочу тебя попросить чтобы ты попробовала забыть обо всех своих детских установках чтобы ты все-таки поверил в то что ты красивая мы тебе говорили не потому что это наша работа мы искренне все здесь находящиеся считаем что-то очень красиво это так итак какая арина арина я тебя поздравляю преображение состоялась у меня есть для тебя цветы кто же без цветов красивую девушку домой отпускает держи спасибо большое